друзья привет нам на ю тубе в инстаграме постоянно пишут люди комментарии что гибриды ненадежная система что у них умирали какие-то гибридные машины и в этом видео мы хотим ответить на вопросы что же такое гибрид это какая-то сырая технология либо это лучшая автомобильная технология вообще из всех разработок за всю историю автомобиль строения мы приехали к ребятам в гибрид сервис и они нам ответят на наши вопросы и в этом видео мы разберемся гибриды стоит покупать либо это все-таки сыра и не нужно этого делать помогать нам в этом вопросе будет алексей вы его уже видели в наших видео алексей привет здравствуйте сергей алексей расскажи кем ты являешься в данном сервисе на какой должности ты работа на данный момент я директор сервиса именно отвечаю за техническую часть то есть на мне именно вот контроль работы сервиса я понял ты сколько лет уже тематики гибридов тематики гибридов три с половиной года на должности директора два года начинал с администратора потом был управляющим даром до должности директором я понял сколько примерно машин вы уже об ну как-то проверили обслужили починили сергей точную цифру конечно сложно посчитать но на данный момент в базе порядка десяти тысяч клиентов по заказ снарядом за последние несколько месяцев смотрели в этом за четыре месяца пять тысяч заказ наряда ну надо понимать что заказ снаряд это не диагностика это что-то как бы посерьезнее бывает такое что 50 машин там 60 за день может пройти через сервис кто-то по мелочи кто-то посерьез как правило человек убивший гибрид и который понимает суть его он уже не перелазит на обычный автомобиль ну все он становится владельцем гибрида навсегда но только планку повышает класс увеличивает и так далее понял это прям ярко выражено редко когда человек продает гибрид и приезжает на обычной машине можно сделать вывод что то есть вот в этих гибридах попробовать собраться давайте самый главный вопрос самый частый на ю тубе в инстаграме это сколько живут батареи потому что есть люди которые пишут что батареи умираю до 100000 кто-то говорит что они бегают 400 где правда смотрите но такое мнение у людей сложилось во первых из-за того что очень много автомобилей заезжает не с честным пробегом на спидометре 100000 по факту там может быть 400 батарейка умерла нам на 300 и и там бодрили чинили то есть каждый хозяин еще скрутить вот допустим вот начнем по порядку перед нами steam она двадцатом кузове аналогичный автомобиль 20 альфа принципе ну можно говорить сразу за два автомобиля и про альфард и про истину автомобили схожие батарейка специфическая двухъярусная стоит в центральной консоли в данном случае она снята то снимаются сидения батарейка занимает всю центральную часть где подлокотник если привязать к пробегу 200 250 реального пробега они ходят прям вот видели экземпляры которые с японии приходили под 300 и в принципе еще были живые вот данный автомобиль у нас стоит на ремонте честный пробег неизвестен потому что хозяин не первый по-любому говорит крученный вот здесь умер длинный ящик его мы собираем вообще на новых элементах есть в данном случае человек вообще решил собрать на абсолютно новых потому что планирует ездить на машине долго сколько бюджет вот этого всего ремонта бюджет от этого ремонта чуть больше ста тысяч рублей по батареи на на этот ящик мы дадим два года гарантии либо 70 тысяч по пробегу а что сказать по поводу каких-то вот самый наверное народный автомобиль любимый самый первый у такой уже грамотный гибрид построенный инженерами тойоты над которым они реально поработали у нас есть клиенты у которых родного пробега за 500 то есть да там уже не первый двигатель стоит там уже менялась батарея но тем не менее человек не хочет продавать двадцатка это вещь ну вот допустим взять вот этот экземпляр до постоянная клиентка уже несколько лет у нас обслуживается в данном случае автомобиль стоит на комплексе по уходу за двс то есть там плановая замена свечей проверка там катушек наконечников проверка инжекторов потому что со смесью не все в порядке чистка дросселя и ремонт батареи то есть по предварительной диагностике сильно провалилась одна секция но возможно обойдется заменой пары элементов здесь уже у нее на спидометре под 300 ну и опять же она не взяли на батареи не было замены целиком и более не было то есть второй ремонт него насчет вот этих 300 уверенности нет возможно больше потому что она не первая хозяйка в россии ну вот допустим экземпляр но здесь проще объем работ батарейка все в порядке человек привез сама на 11 года он уже ездит на ней достаточно давно пару лет ничего глобально никогда не делала столкнулся с проблемой катализатора но потому что пробег уже за 150 и масложор был не маленький у мотора вот катализатор ему удалили какие-то умельцы в гаражах раз горит ошибка соответственно будем программно отключать ну и попутно опять же обслуживание двигателя там замена свечей вот машина одиннадцатый год свечи заводские стоят на данный момент вот первая замена сейчас у них будет тоже о многом говорит увидел конечно несколько экземпляров где 150 пробег и батарейка была уставшая но потом когда лезли ее пытаться чинить видно было что болты сорваны кто-то уже лазил то есть видимо была подмена батареи масломата машина плава так скажем то есть короче ваша постоянная клиентура это вот такие вот 20 приусы которые давненько завозились в общем машины с пробегами но как бы уже большеватого по таким серьезным но вещам как ремонт батареи какие-то серьезные ремонты двигателей да так ну плановое обслуживание как замена масла там мелочи замена свечей чистка дросселя но в принципе любые приезжают просто следить за машиной по пробегу регулярно делает обслуживание свежие машины по мелочам приезжают ну как правило до масла фильтра какие-то калибровки если мы нам про хонду говорим если взяли в процентном соотношении на 80 процентов машин который сейчас обслуживают это toyota lexus что скажешь про honda сейчас вот x-trail и гибриды начали делать каждый день торгуем фиты шаттлы везели джейды что они приезжают не приезжают что скажешь про их гибридные вообще систем понял вопрос все больше и больше приезжают реально видно как набирает обороты популярность ну первых модельный ряд достаточно большой хочешь седан хочешь хэшбэк на базе пита там грейс и и вот эти все остальные модели в принципе машинки хорошие опять же по батарейкам пока проблем нет даже вот приезжали по моему под 200 тысяч и как бы разницы даже не было никакой там по напряжению в принципе все адекватно работает сталкивались там ну мы уже это обсуждали в предыдущих до видео ну бывают там проблемы с трансмиссией опять же неизвестно кто и как его обслуживал если пробег небольшой своевременно все делаешь все ездит нормально ходит в принципе на данный момент все ремонтопригодно запчасти есть даже если что-то вышло из строя в общем можно сказать что все японские гибриды это не сто тысяч километров это двести триста да я бы даже так стал что мне кажется что в россию не в принципе за 100 обычно заходят но есть но редко когда люди берут прям сменим с минимальным пробегом потому что дорого очень так как я таки продаем русский человек привык как купил машину поездил и еще и продал не в минус ну если привезешь с маленьким пробегом не получится да самое что пошел купил у дилера вышел из салона минус 30 надо хранить баланс пробега да 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 поэтому ну как бы везде надо золотую середину искать не покупать нам с непонятных стоянок без аукционников там на базаре где он либо битый либо топливный конечно если машина топляк там чудеса потом могут начаться уго-го какие потому что электроники напичкана много все блоки электронные начиная там от реек рулевых усилителей и так далее популярные автомы до mitsubishi сленда идешь кровь вот как раз застали его в работе но рисовал до дуристайл помимо стандартные проблемы с попаданием влаги в батарейку здесь столкнулись уже не первый раз моментом что батарейки банк 1 очень сильно напряжению отличалась была просевшая погоняли ее на стенде но разобрав по элементам получилось восстановить выровняли целиком батарейку не меняли еще ни разу именно вот по причине того что она там умерла старости ну я не говорю про топляк там понятно блоки все залила разъемы окислились там по любому замену батарейки достаточно надежные алексей еще вопрос просто который у россиян это боль у нас страна холодная и все пишут ребята гибриды не для нашей страны холодно они здесь дохнут батареи там что-то там замерзают скажи так лет я пользуюсь третьим гибридом в приморье у нас как бы мороз там до минус 30 доходят я вообще не испытал проблем может быть я чего-то не знаю на эту тему бытует много мнений как правило большинство из них рождаются из ниоткуда кто-то говорит очень жарко плохо для гибрида батарейка перегревается кто-то говорит холодно опять же ну если батарейка обслужена у нее как бы предусмотрено грубо говоря и охлаждение до штатно который если не забита но в рыбу жару справляет также и в принципе когда гибрид работает батарейка в любом случае нагревается и не было там замечено такого что вот где-то регионов суровым климатом батарейки дохнут по 100 тысяч раньше якуты уже много лет берут гибриды сейчас прям вообще пачками последнее время он за последний месяц на машины 4 отправили здесь обслужив грубо говоря там аквы и филдеры конду брали вот недавно грейса отправляли все нормально работает ездит вероятность того что допустим там тот же приус но с нормальным 12 вольтовым аккумулятором зимой сильный мороз заведется больше чем обычный такой же nz с маленьким аккумулятором где может он там несколько раз стартером крутануть не провернуть масло замерзшим и все губы грязь высоковольтной батарейки с помощью а кпп гибридной установки идет проворот мотора то есть там высокие токи большая сила вращения бывает даже что у тебя бензина нет у тебя батарейка крутит его настолько быстро что тебе кажется что он уже завелся и молотит на холостых а по факту потом через 10 секунд вылазит ошибка невозможности запуска мотора и люди часто говорят он завелся поработал и заглох а он даже не завелся про его настолько бодро крутит батарея если по этому критерию боятся брать гибрида я считаю что это заблуждение ты в любой мороз можешь влипнуть как с обычной машины так из гибридной если у тебя что-то не в порядке не обслуженный аккумулятор дохлый так далее но также там прикурил обслужил поехал не вижу повода из-за этого не брать гибрид если я хочу себе купить гибридный автомобиль как его обслуживать как его ремонтировать новосибирске в барнауле в томске в омске в любом другом регионе где допустим нету вашей сети сервисов он гибрид ну согласен вопрос чуть сильный если мы покупаем нормальном состоянии автомобиль с проверенным пробегом но мы не должны ближайшие там несколько лет задумываться какие-то серьезных ремонтах и поломках только плановая грубо говоря ты о там согласен по расходников да это в принципе я думаю люди с руками могут сделать но ну нормально в адекватном сервисе при наличии там какого-то минимального набора инструмента даже если случается ситуация что какой-то там глобал что-то вышло из строя серьезно но всегда можно там нам позвонить проконсультироваться у нас есть вот сайте группа которая уже люди с ну с разного региона задают вопросы между собой переписываются администраторы нашего сервиса там участок всегда как бы подскажем чем-то поможем бывает даже скинут нам ход ошибки мы там посмотрели посоветовались с электриками ответили сузили им круг поиска нужно какая-то запчасть на без проблем позвонили купили отправили транспорт ну контракт это либо новая но не проблема даже если там что-то с японии заказать опять же пожалуйста замена батареи всего блока это тоже насколько я понял уже только даже на ю тубе можно ролик открыть там по популярным моделям ну прям тебе там пошагово расскажут он домохозяйка сможет поменять уже на трейку в случае что машина сломалась все ее на утилизацию ну конечно такого нет все делается сочиниться можем сделать вывод какой машина по большому счету такая ну кроме элемента да то что есть батарейка она такая же как и обычная и если не это как вот с печи вида какой-то ну достаточно сложный такой ремонт то в принципе в любом городе мы можем иметь гибрид и обслуживать в принципе да какие жидкости нужно лить может быть у человека в регионе нет этих жидкостей вообще что нужно лить в гибриды допустим если мы берем самый популярный бренд тойота да они рекомендуют свои машины 020 синтетику как показала правосе даже 20 но естественно с большим пробегом когда автомобиль когда есть там уже закоксованность двигатели подъедает он масло конечно вязкость надо повышать ну мы вот для себя выбрали две вязкости 020 и 530 530 лишь расход поменьше и в принципе вот все адекватно работает honda свежая вообще рекомендую там такие вязкости как там 016 0 там 07 с половиной но считаю что очень жидкие масла у нас сопки подъемы лето жарко но все равно рекомендуем и льем 020 в эти моторы работают идеально изумительно никаких нареканий не было а ты представляешь сколько людей допустим приезжают не к вам сервис обслуживаться в обычных сервисах им говорят да вот тут у нас масло стоит давай зальем все нормально очень часто не ликвид таким образом пытаются свой продать в магазин ты тоже приходишь говоришь мне нужно купить масло тебе а вот возьмите понятно что консультант заинтересован магазине в чем продать то с чего ему больше процент капнет ему поставили задачу избавиться от остатка вот этого масла он всем его и тулит поэтому потом говорят моторы до потом говорят что моторы слабые да ну на самом деле про мотору 20 можно долго говорить есть там недоработка которую японцы признали но тем не менее вот ну по маслам такая классификация суть какая в гибриде почему как бы маску надо уделить особое внимание много пусков ага много больше пусков старт-стопы что старт-стопы что гибриды основная нагрузка на мотор идет момент пуска об этом я думаю все знают особенно когда пуск холодный почему как бы рекомендуется сокращать интервал замены масла а не делать его там 15000 как многие заблуждаются говоря о том что но он же половину времени на батарейке ездит зачем я буду типа раньше ага масло я 15 тысяч пробег на двое делим да 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 то есть 78 тысяч в нашем городе оптимальный вариант который проверен ну допустим я меняю через пять это мое личное убеждение я никто не переубедит ну больше семи я клиентам обычно ездить не советую какой бы новый хороший двигатель не был понял трансмиссии трансмиссия все немного посложнее больше вариантов в какие-то модели автомобилей более привередливы к маслу да допустим если мы берем опять же самый популярный бренд тойоту со своим планетарным редуктором такие вам приуса все и стимы альфарды камрюхи корьки ну даже крауна можно сюда причислить эту крауна чуть-чуть там трансмиссия другая есть там и поддон и фильтр большинстве планетарок все просто можно сравнить с механической коробкой передач две пробки сливная заливная масло слил масло залил как правило 4 литра всем хватает поехал там раз 40 тысяч меняешь мы в своем сервисе вот фонду в ниссан и вот в митсубиси волклендер тоже сейчас начали завезли масло оригинально льем только оригинал обязательно рекомендуем людям но если допустим уберем первое поколение если они ни разу этого не делали менять со съемом поддона и с фильтрами там их два штуки если мы рассматриваем свежее поколение gp 5 там gp шесты и ты либо везла где стоит робот тоже dw1 оригинальное масло обязательно потом калибровку ну как это по регламенту положено обязательно тормозную жидкость проверяем сцепление которое если надо ее меняем ну и после этого делаем калибровку и все человек отпускаем спокойно ездит там до следующей замены думаю люди кто знаком с механической коробкой понимаешь что сцепление но изнашивается со временем фрикционы подтираются да у него там она двойное я завезали и те соответственно она трется и при каждой калибровки грубо говорят эта система она адаптируется под взнос и соответственно работает все дальше корректно если этого не делать ты можешь менять масло все время своевременность это большие пробеги не калибровать не адаптировать она тоже будет неадекватно работать может привести к более раннему выходу из строя так что кроме тойоты вот мое личное мнение лучше франсмиссию лить оригинал то есть не такая будет колоссальная экономия если ты зальешь туда какой-то аналог потому что ну если ты будешь менять с фильтрами вот фильтра точно как бы особенно в не сам свежий не советую брать аналоги были случаи ну не у нас а вот у клиентов соседних сервисах подскажем с руками с теми же что там на несколько сантиметров там какой-то посадочная там меньше фильтр вылетел в процессе все вариатор на жуке лег там 100000 ремонт ты сэкономил там 1000 рублей на масле и на фильтре 2000 ну не то экономия тем более делаешь не каждый пять тысяч такие процедуры ну не советую экономить алексей следующий вопрос особенно это вот при усоводы это отключайте этот клапан игр и вообще дело чип тюнинг как-то залазить в эту гибридную технологию в работу мотора в работу гибрида нужно ли либо это опасно очень частый вопрос от клиентов ну я думаю ни для кого не секрет что на такой машине как 30 приусе гир грязнится часто достаточно ну по меркам а те кто не знает что такое или игр система ритнесу для рециркуляции выхлопных газов то есть есть такая вещь как нормативы экологии до в японии то есть ездят машины покрытым стоянка чтобы выхлопом не воняло нажимается кнопочка там эко режим машина выхлопные газы с первого контура загоняет повторно во впуск то и соответственно обратно выбрасывает то есть поэтому когда я гуляю по токио когда я гуляю вдоль пробки я не чувствую выхлопа да ну и второй момент что там наверно топлива получше нашего еще но и это в том числе особенно это актуально на крытых парковках у них ну в японии кое-где вообще висят знаки что ну нельзя там на заведенной машине есть соответственно что происходит на нашем топливе да ты включаешь и циркуляцию все вот эти нагары повторно тебе коллектор разобивают там коксуют клапан все это оседает 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 в конечном итоге проходимость уменьшается начинает мотор потряхивать ну и отсюда все вытекающие люди думают да надо свечи поменять поменял свечи ничего не изменилось вот если как бы в эту технологию не вдаваться глубоко люди как думают поставили заглушку потом вот реально монету забивают 2 5 рублевую клапан закрыли программно отключили все катаются но на приусах было замечено что масложор появлялся после этого чиповка такая как вот люди у нас считают что она увеличивает мощность он на гибриде это не совсем правильно не снимешь ты с гибрида там много мощей плюсов да там может быть несколько лошадиных сил единственное что можно поменять с помощью чип тюнинга это реакция на педаль газа наверно слышали про такие приборы как троттл контроллера в японии на аукционах популярно ставишь грубо говоря у тебя там в обычном режиме там просто от процента открытия дроссельной заслонки в зависимости от процента нажатия педали газа меняется то есть порезче и машина становится грубо говоря режим пвр только там многоступенчатый это да но опять же лошадей не добавится ты просто сам себя обманываешь тебе кажется что машина с места рвет лучше значит она лучше не не сильно актуально актуально вот на автомобилях таких вот у нас в работе сейчас toyota land cruiser 200 у нас есть подразделение авто чип ребята занимаются плотно но опять же ребята грамотно подходят к этому вопросу они снимают впуск моют его потому что даже на маленьких пробегах когда игр здесь работает очень сильно от нашего дизеля он танцуется то есть снимают чистят ставят заглушки и потом программно его отключают и делают чиповку на увеличение мощности на дизельном land cruiser и там на прадике это ощутимо чувствуется прям прирост хороший на гибриде игр придуман не для того чтобы отключали ну мы в сервисе не река не зря они прикрутили эту технологию своим а говорят ну говорят в народе японцы шли дураки если они сделаны значит надо по чип-тюнингу тоже большой вопрос стоит ли делать потому что какой-то прирост ограничения допустим по скорости ну на многих японцах особенно свежих не получается то есть просто закодированы то есть не прошьешь на каких-то можно давно более старых версиях в принципе включаешь power режим но если захотел пожиганить как говорят некоторые на ютубе включил power покатался включил эко катаешься по пробкам можно и так сказать алексей наверное самый главный вопрос экономия реально вообще зачем люди танцуют с этими гибридами очень батарейки думать об этих просадках может быть экономии то и нету если у вас есть расчеты давай посмотрим на них этот вопрос прям очень-очень старый не говоря как только гибриды появились но актуальный по сей день да то есть вот примитивный расчет просто простейший цена литра 95 бензина ну там почти 45 рублей у нас регионе да мы взяли вот просто машину допустим там аква и там ее аналоги там филдер ну полторашный мотор гибрид ну в среднем 5 литров расход по отзывам людей берем обычную полторашку тойотовскую там неважно там про бокс аксио особенно если там водовая ну 10 литров по любому ест по нашему городу а то и больше если в д то есть получается на 100 километров у нас разница в расходе 5 литров то есть ездим мы на гибриде мы на 100 километров экономим 5 литров бензина по стоимости получается 225 рублей то есть это на 100 километров на 1000 километров мы получаем экономим 2250 рублей на 10000 22 500 а что такое 10 тысяч километров это интервал там грубо говоря между заменами масла но чуть больше если взять но там пробег в среднем 50000 но обычный средний пользователь наезжает такой пробег я думаю за два за три года 112 тысяч 500 рублей просто разница которую он не потратил без чтобы он ездил на обычной машине я считаю что это весомая сумма батарейки не умирают каждые 50 тысяч до 112 тысяч это цена новой батареи на которую гарантия два года либо 70 тысяч это я думаю это пока еще раз я не полез в гору в каких-то регионах ну такая разница будет еще больше да поэтому я думаю цифры говорят сами за себя 112 тысяч хороший день это еще мы получаем запуск до в любой мороз это мы еще получаем ну тяга мне нравится чем полторашный гибрид по-любому лучше пробокса едет как не крути батарейка помогает алексей спасибо за беседу я уверен то что наш разговор развеял много мифов и поможет людям купить современный экономичных гибрид спасибо обращайтесь друзья ну что разобрали основные вопросы если у вас еще есть вопросы про гибриды и мы не ответили в этом видео на них мы ждем вас внизу комментариев мы попросили ребят они будут следить за комментариями и отвечать со своей стороны со своего опыта что как гибридах по трансмиссиям по моторам по батарейкам по стоимости ремонта в общем задавайте вопросы внизу обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк у нас не только про гибриды на канале у нас вообще про все машины которые сейчас идут из японии очень интересно друзья компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля